Новый функционал конверсии. Я, в принципе, расскажу это с точки зрения техники, технологии, программирования. Ну и будет немножко видеодемонстрации на живом сайте. Вопросы? Итак, конверсия. По википедийному определению в интернет-маркетинге конверсия — это соотношение числа посетителей, вы выполнили какое-то действие к общему числу посетителей, уникальных, понятное дело. Если мы говорим с точки зрения математического определения, то это у нас в числителе, в знаменателе находится количество всех уникальных посетителей, в числителе находится число тех посетителей, также уникальных, которые выполнили какое-то целевое действие. Причем целевое действие, оно разное для каждого проекта. Для интернет-магазина целевое действие — это может быть покупка или оплата заказа, или добавление корзину. Для контентных сайтов это может быть клик по баннеру, это может просмотр какой-то статьи, заполнение формы, оставление номера телефона и так далее. Что значит мы реализовали наши модули конверсии? Мы реализовали возможность учитывать любые цели, не привязываясь к интернет-магазину или контент-сайту. Мы можем считать любое количество целей, причем их может быть одновременно много. Мы рассчитываем конверсию не просто тупо для всего сайта, вот оно, одно число. Мы позволяем рассчитать конверсию для разных срезов посетителей, чтобы можно было анализировать и сравнивать, какие инструменты, насколько эффективны. Причем позволяем делать это в динамике. Также мы не привязаны к этому отношению числитель-знаменатель, процентное отношение. Мы учитываем еще суммы. Для интернет-магазина можно посмотреть по каждому, скажем так, срезу для каждой аудитории абсолютные величины, сколько денег на этом было заработано. Но если говорить про сам модуль, то в нем, по сути, есть всего лишь три сущности. Это срезы, атрибуты и счетчики. Ну, самое простое – это счетчики. Счетчики – это то, что у нас в основном вступают числители. То есть мы считаем, сколько раз уникально человек выполнил какое-то целевое действие. Сколько раз люди купили, сколько раз люди кликнули, сколько заполнили форм и так далее. Типовые счетчики, которые мы сейчас выпустили в дистрибутивы, это магазины, корзины и заказы. И для блогов и форумов это новое сообщение, комментарии. Также счетчики, как я говорил, уже есть в виде денег для абсолютных показателей. Ну и, понятно, мы с точки зрения рациональности используем эти же счетчики для знаменателя. То есть в этой же, скажем так, таблице мы считаем общее количество уникальных пользователей. То есть вот на данном скриншоте нарисовано вот этот счетчик, это вот этот счетчик, сколько было действий, сделано за день. Срезы. Ну если так абстрагироваться, каждую аудиторию можно рассматривать в какой-то плоскости. Например, если мы возьмем школу, среднюю школу, то мы можем оценивать посещаемость учеников по разным срезам. Например, в каком классе учится ученик, какой у него средний балл, мальчик или девочка, размер обуви, голубоглазые, черноглазые. То есть и каждого ученика, он имеет свой, скажем так, показатель, он имеет свой набор показателей. И в дальнейшем, например, используя срез, мы можем сказать, что самые прогульщики, там 11-классники, двоечники, голубоглазые, 47-м размером ноги. В принципе, информация бесполезная, но интересная. Поэтому если мы говорим про интернет-сайт, то срезы у нас сейчас, типовые срезы, это источники посещений. То есть мы учитываем, откуда пришли посетители. То есть когда приходит посетитель, мы его помечаем, что он пришел либо с какой-то баннерной рекламой в Яндекс.Контексте, либо мы учитываем, что он пришел с нашей рассылки, либо мы учитываем, что он пришел как органический трафик с какого-то поисковика. Ну, в принципе, пока сейчас все. Также мы используем срез по устройствам. Когда приходит посетитель, мы его тоже в плоскости устройства смотрим, на чем он зашел. Это планшет, это браузер, это телефон. И потом в дальнейшем, то есть мы можем оценивать эффективность, то есть мы учитываем все счетчики по этим вот срезам. Ну и в дополнение атрибуты. Это мы детализируем, то есть не только, что этот человек пришел с поисковика, то есть это органический трафик, но мы также смотрим, с какого именно конкретно поисковика, чтобы можно было потом в дальнейшем разбираться насчет эффективности внутри этого атрибута, что является эффективной и дает более качественную аудиторию. Вот на данном примере показано, какими браузерами заходили люди и вот какая у них получилась конверсия в зависимости от браузера. Значит, ну в целом алгоритм понятен. Заходит посетитель, мы его сразу должны пометить. То есть идет опрос, скажем так, модулей, и каждый из них говорит, что там я считаю, что этот посетитель пришел, он в iOS работает, я считаю, что он пришел с Google. То есть мы на него навешиваем на этого посетителя эти атрибуты, все, и фиксируем его. В дальнейшем посетитель делает какие-то целевые действия, кликает, покупает, и мы в эти счетчики мы просто добавляем плюс один уникальную, и он учтенный получается. Вот демонстрация. Я решил перекоментировать на собственных сайтах. Это сайт конференции, он живой. Я вот вживую устанавливаю два этих модуля. Они пока, как Сергей говорил, еще не автоустанавливаются. Их надо установить руками. То есть после установки в пункте маркетинга появляется пульс конверсии, обетестирование. Вот на данный момент я поставил. Пока все по нулям. Начинаем только учет. После включения установки модуля, соответственно, автоматически в публичной части выводится код живоскриптовый, который учитывает посещение этого человека. То есть он отрабатывает один раз на сессию его, на человека уникального. Поэтому он там особенной нагрузки не дает. Он быстрый, но считает. Теперь, значит, наш сайт конференции, у него цель – это зарегистрировать нового, скажем так, партнера на конференцию. То есть это у нас реализовано через веб-формы. Заполняется веб-форма. Человек, значит, потом подтверждается, меняется статус веб-формы, что он будет присутствовать на первом или втором дне или на двух днях. Но у нас на данный момент нету типового счетчика по веб-формам. И тем более, если бы он был типовой, он все равно бы сильно не подошел, так как у меня очень, скажем так, извращенная выборка. То есть мне надо учитывать и статусы, мне надо учитывать и определенное состояние. Поэтому я не побоялся и решил создать свой счетчик. Это, в принципе, весь его код, что есть. То есть мы реализовываем обработчики трех событий, которые говорят, что у нас появляется новый счетчик, называется форм, что у нас появляется, скажем так, новый блок и говорим, по какой формуле рассчитывается конверсия. Ну, здесь типичная формула, что числительно знаменатель. Количество заполненных форм на количество всех визитов. И мы делаем код, который, по сути, делает при заполнении формы, вставит ему плюс один за этот день. То есть вот данный счетчик. Ну и пробуем. Я создаю его, засовываю винит в PHP файл. Соответственно, обработчики начинают работать, заполняю форму. Обновляем. Ну, получается, сейчас меня должны посчитать. То есть мы смотрим на конверсию. Вот появилось у нас, что вот я форму заполнил одну. Но здесь еще много всякого мусора, который для нашего сайта не учтенный. И плюс к этому мой новый счетчик, он появился внизу в самом. Значит, нам надо что сделать? Нам надо отключить все лишнее, что мы не используем в нашем сайте. То есть в нашем сайте, например, не используем, у нас нет там форумов блогов, поэтому нам бессмысленно выводить эти счетчики, они всегда будут нулевые. Ну, рекламу я потенциально ставил. И нам надо сделать по умолчанию, чтобы вот этот верхний градусник цветной конверсии, он считался по заполненным формам. Вот я выбираю, что у нас форумы являются основным базовым показателем для расчета конверсии. И вот наша конверсия рассчитается на первом месте. Она показывает, что 1.56. И, соответственно, наш верхний градусник, он тоже показывает теперь заполненный форм показатель. Вот 1.47 был. Ну, это вот срез по устройствам. Я заходил с браузера, поэтому даже видно, что я заходил с хрома. То есть на меня посчитали, что я заполнил веб-форму. Также можно управлять этими самыми атрибутами. То есть для каждого среза, например, можно добавить свой атрибут. Я уже упомянул, что у нас сейчас есть срез-источник, называется, то есть откуда пришли. Гипотетически можно добавить свой новый атрибут. Вы, может, захотите рассчитывать по какому-то параметру в Урле, что там с Google Аналитики или еще откуда-то. Вы можете добавить свой обработчик события, добавить свой счетчик, свой атрибут для среза, ну и, соответственно, помечать, участвовать в этом помечании, что когда приходит новый посетитель, вы, значит, подвешиваясь на события, вы определяете, что это ваш посетитель и говорите, что да, это мой посетитель, пометьте его. Также вы можете создавать свои срезы. В данном случае можно создать срез, если вы знаете мужчину или женщину, то можете при поступлении, допустим, человека, вы где-то в куках запомнили когда-то, что он был уже мужчина или женщина, вы можете модулю говорить, что это мужчина, и, соответственно, потом в дальнейшем вся аналитика эффективности будет видна в разрезе, то есть мужчина или женщина делал, и кто из них эффективнее, лучше покупает, кликает и так далее. Ну и, соответственно, вот этот и есть обработчик события, который указывает, текущий посетитель в данном случае, вот он говорит, что, вот он смотрит, если этот посетитель пришел с бортового компьютера автомобиля, он говорит, что этот человек пришел с бортового компьютера автомобиля и даже указывает его модель, то есть чтобы можно было потом в дальнейшем разбираться, какие автомобили являются наиболее эффективны, а какие нет. Ну и там так далее. Вот. Это что касается конверсии. Теперь, значит, проведем обытестирование. Обытестирование уже упоминалось, что эта вся аудитория делится сначала на те, кто участвует, вы настраиваете сами этот параметр. Если у вас сайт очень большой посещаемостью, то нет смысла выделять этот большой поток, вы можете выделить узкую полосочку, ее будет вполне достаточно для того, чтобы получить более-менее понятные, правильные результаты. Но если ваш сайт там, ну, малая посещаемость, то чтобы набрать, скажем так, статистически значимую какую-то величину, то вам надо, конечно, выделить больше блок, чтобы как можно больше аудитории было задействовано в тестировании. Соответственно, потом вот эта вот испытуемая аудитория делится пополам на те, которые будут видеть то, что видят все, и на те, которые будут видеть только новые изменения. Все, значит, все, что происходит потом в АБ-тестировании, группа А и группа Б, она вот, собственно, рассчитывается полностью вот то, что я до этого показал по конверсии. То есть мы также считаем это все и в рамках среза, мы также считаем все счетчики, которые участвуют в конверсии, но мы можем видеть, то есть насколько эффективна группа А или группа Б. И более того, если там кто-то будет интересоваться, то сам функционал вот этого АБ-тестирования и сами счетчики, они сделаны как один из срезов. Я выделил сейчас такие четыре больших сценария, что можно тестировать. То есть можно тестировать целиком дизайн сайта. То есть вы делаете новый дизайн сайт, и вы хотите посмотреть, насколько он эффективен. То есть для этого вы добавляете новый шаблон сайта, либо копируете какой-то, изменяете его где надо. И в соответствующих настройках АБ-теста говорите, что вот этот шаблон сейчас используется, для АБ-группы, пожалуйста, показывайте вместо него вот этот. Также вы можете тестировать отдельные странички. То есть для этого нужно страничку скопировать, создать ее, скажем, аналог B, и в настройках соответствующих теста указать соответствие. При этом будет эмулироваться по тому же самому URL, группе B будет выдаваться, подставляться, скажем так, совсем другая страница, но он этого даже видеть не будет, знать не будет. Соответственно, как один из частных случаев тестирования шаблона компонента, то есть вы также копируете страничку, на которой находится код подключения компонента, но просто изменяете у него в визуальном редакторе, изменяете у него шаблон показа. То есть тем самым вы оцените, насколько шаблон компонента стал эффективнее или наоборот неэффективнее. Ну еще есть возможность тестирования небольших блочков. То есть если вы не хотите это все копировать, менять, вы хотите маленькую область какую-то оценить, то есть у вас есть она на странице или в шаблончике, вы можете там ив поставить, обрамить, сказать, что вот это покажи всем, а это покажи для группы B. Ну еще гипотетически мы думаем, что может быть предоставим когда-нибудь возможность тестировать целиком разделы сайта. Там раздел или может вообще два сайта. Делать две копии сайта, и вот одна идет через группу B, другая показывается тем, что есть. Но на самом деле там сейчас пока очень много сложностей, особенно с ЧПУ, поэтому мы как бы знаем, что есть такая как бы задача, но к ней пока не можем подойти к реализации. Вот берем наш сайт конференции и создаем новый тест. Сейчас в данный момент, ты можешь на него также зайти, там тестирование до сих пор проходит. Мы создаем, ну для простоты, хотим оценить, что лучше, зеленые кнопочки либо красные кнопочки. Для этого мы берем, подставляем URL главной страницы. Нам система предлагает скопировать. Мы копируем эту страничку и идем в редактор ее тут же править. Находим здесь стили, которые нам отвечают за цвет кнопки. Удаляем зеленый цвет, делаем, что остается только красненький. Кнопочек у нас четыре таких на главной странице. Все, сохраняем. Значит, тест надо запустить теперь. Тест может быть запущен одновременно только один, чтобы не было там коллизий и непонятно, что на самом деле повлияло. Вот тест запущен. Показатели нулевые пока что. Идем, посмотрим, проверим, работает или нет. Переходим в публичку, кнопочки зеленые. Кнопочки зеленые. Кнопочки зеленые. Теперь попробуем увидеть, как видит наш сайт, нашу страничку, те, которые попадут на группу B. Для этого мы открываем панель Эрмитаж. Там есть специальный блочок об тестировании. Мы можем прикинуться и заставить, показать, что видят люди из группы B. Вот, видите, кнопочка поменялась. Красненькая стала. Во всех местах она красненькая стала. Попробуем сделать какое-то целевое событие. Зарегистрируемся. Но при этом ведь урлы все сохранились те же самые. Урлы, да. То есть одно все прозрачно. Это одна из больших проблем вообще с обетестированием. Сохранить урлы, чтобы все и для SEO, и для других инструментов не поменялось. Ну, теперь смотрим, что вот конверсия группы B стала 100%. Ты накрутил. Я пока один был, да. Я потом дальше покажу, как сейчас на самом деле обстоит, потому что сейчас происходит и учет конверсии на этом сайте, и обетестирование проходит. То есть даже были интересные результаты. Вот пример кода, если вы хотите какую-то маленькую область просто проверить. Также запускаете тест, вы находите нужные места в программе, в компоненте эти места могут быть, вы так это обделяете. Но в большинстве случаев надо только определить, что это группа B, остальное, то есть вэлс уходит. Ну, также этот код, он, если сейчас вообще никакого теста не запущено, там, соответственно, будет пусто в этом параметре. Ну, и того. Учитывайте, считайте, как работает в разных разрезах. Я сейчас хочу показать наш сайт. Ну, какие есть изменения. То, что касается сайта конференции, это я вчера вечером сделал оттуда скриншоты. То есть наш сайт далеко не типовой, особенно он не типовой в последний день регистрации, когда все заходят туда и прямиком идут на регистрацию. Но вот как показатель конверсии 12% посетителей зарегистрировались на конференцию. Ну, трафик 712 всего было посетителей. Вот это можно посмотреть, что с планшетов 10% почему-то с смартфонов, вот не знаю, как это оценивать, может это неудобно, либо люди, пользователи телефонов, они… Так неудобно, конечно. Конверсия с смартфонов, адаптивной верстки нет. Вот вам, пожалуйста, 3% конверсия. Ну и вот если мы детально будем рассматривать вот эти показатели атрибутов, то можно посмотреть, вот конверсия с андроидов вот была больше, чем там не macostrum, на самом деле, а ios. С андроида было выше почему-то. Можем посмотреть трафик вообще по любым мобильным устройствам, ну и, соответственно, по браузерам. Почему Safari выше? Почему конверсия там выше, я не знаю, может люди, которые на конференции, они пользуются Safari больше. Ну это такое, показатели. Ну и, соответственно, вот можем посмотреть, что красная кнопка лучше, хоть чуть-чуть на лучше, там на 4%. Но, естественно, это все шутка. Ничего себе, шутка 4%. С каких пор 4% шуткой стало? Это все погрешность, то есть это, конечно, надо измерять ни одним, ни двумя днями, ни в такие пиковые ситуации, когда это все, там, понятное дело, что после конференции конверсия упадет на нулевой уровень до следующей. Вот, поэтому тоже надо головой это включать, то есть есть много там разных там статей по бытестированию, как это делается вообще идеологически, стоит ли, не стоит ли делать, в зависимости от размера аудитории и от самого там контента и от изменений, которые вносятся. Ну, вообще, очень крутой модуль. Особенно здорово, что можно разметить весь сайт, сделать целевые действия, которые нужны. Я правильно понимаю, можно даже комплексное действие сделать. Сделал то, 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 и тогда мы это считаем новым действием, да? И гонимся, например, за выполнением нескольких целей. Ну, сейчас интерфейса нет такого, то есть мы решили не усложнять. Ну, я понимаю, что через код, через код. Это вообще так учитывается, то есть оно так и хранится. Мы можем, вот этот, все плоскости, мы можем найти эффективность. Я говорю, что людей, пришедших к браузерам, с рассылок, с конкретной рассылки, можем оценивать ее эффективность. Вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий Кодикс. Вопрос такой. Правильно я услышал, что у нас только один АБ-тест может быть запущен одновременно? Да, одновременно. Один АБ-тест, я объясню, почему. То есть это не технические ограничения, это идеологические ограничения, потому что идет, помимо того, что погрешность одного АБ-теста, мы еще включаем их два и потом определить на самом деле… Взаимное влияние? Где Б? Очень тяжело. Но каждый тест, то есть он многосоставной. То есть он, можно сказать, что мы хотим бы тестировать вот эту страничку одновременно с этим шаблоном и еще куски кода разбросать. То есть это можно сделать много действий. Но тест, он будет запущен одновременно. То есть в одно время он запущен будет, а в одно время закончен будет. То есть не будет никаких пересечений. То есть вы всегда будете понимать, что вот этот комплекс, он эффективен или нет, более эффективен изменения эти или нет. Ну а если у меня совершенно разные сервисы на одном ядре работают? То есть у них разные урлы, они совершенно на разных целей предназначены, но мне нужно в одни и те же сроки провести несколько АБ-тестирований. На разных сайтах? Ну даже если на одном. Но разные страницы, разные сервисы абсолютно. Ну вот вы… Ну эффективность-то будет оцениваться в другом месте. То есть у вас есть, скажем так, одна страничка, там пришла одна группа, то есть там одна аудитория будет, там 15 человек. Есть другая страница, там придет 45 человек. Мы выполняем это, они одни и те же действия, они покупают. То есть потом вот это вот коллектив… Не одни и те же действия. Не, он просто говорит, я умный, я понимаю, что я делаю, я могу сознательно разделить, чтобы они не пересекались, то есть корреляцию исключить. Дайте мне возможность. Но пока мы ограничили такую возможность. Не технически, а интерфейсно. То есть, грубо говоря, я тестирую там кнопку добавления в корзину и регистрацию вообще на сайте. Это два разных сервиса. Так вы получите… Смотрите, а что вам мешает? Вы один тест запустили, но разные целевые действия. Одно действие – добавление в корзину, другое – регистрация. И вы увидите просто А, Б, вы одновременно тестируете конверсии разные. Вот как раз Юра как раз это и говорил. То есть там у него была веб-форма, и, например, что у тебя там еще? Клик на баннер оставался. Или добавление в корзину. То есть у вас разные действия. Но А, Б, тест один. А действия разные. Вообще иногда это называют там Н-тест, по-моему. То есть когда много комплексных изменений, но мы все равно это технически называем А, Б, тест. А так он внутри может содержать много изменений, конечно. Хорошо, ждем документации. Хорошо, спасибо. Так. Пожалуйста. Такой вопрос по А, Б. Понятно. Мы определяем, грубо говоря, когда его запускать, у клиента появляется какая-то задача, или мы ему что-то предлагаем, предлагаем это потестировать, а может ли система сейчас или в будущем выдавать рекомендации, когда надо закончить А, Б, тестирование. То есть у нас очень много статистики, сколько людей заходит, какой процент мы выделили. И как сформулировать, когда клиенту может сказать все, точка, вот теперь можно смотреть результат. Ну мы изначально, скажем так, планировали к релизу, там где выбор есть, когда остановить. То есть там в список есть выбор вручную. У нас там была автоматика, но мы до конца не смогли математику все рассчитать. То есть скорее всего мы сделаем. Потом, когда дойдет тест, дойдет до какой-то статистически значимых каких-то чисел, что мы познаем, что вот эта аудитория, она большая, ее достаточно, чтобы исключить какие-то погрешности, то мы будем выключать тест и давать выводы. Там есть что-то статистическая достоверность, как-то там она, и мы ее пытались рассчитать, она пока с первого захода не получилась. Давайте из онлайна вопрос. Юр, есть вопросик онлайн. Какое количество посетителей на тест в штуках минимально нужно, чтобы получились данные корректные? Сколько минимум должно быть? Это как раз об этом. Примерно. Там не только, там еще зависит от того, насколько разница идет. Там есть математика. Это возможно связано, если сайт не сильно посещаемый, но хочется понять, что такие работы нет. Это отдельная математическая дисциплина. Можно ли доверять этим результатам? Ну набирайте какую-то значимую… Там есть всякие кучи критериев. Надо, чтобы он проходил полную неделю, например, или там полный месяц. Ну то есть чтобы не было там прайсников, еще что-то. По сотне человек можно будет понять тест? Вот мы пытаемся тебе ответить, что так нельзя отвечать. Понятно. Еще вопросы есть в онлайне? Нет? Все. Спасибо большое, Юр. Давайте поблагодарим. И… Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok